Что лучше, кисти из натурального ворса или из синтетического? В наборах Morphe не бывает номеров у кистей. Сейчас я вам покажу самые бесполезные кисти, просто зашкварная какашка. Надо брать и бежать. Для этого я использую козу. Кисти по 200 рублей с Алика, да, классные. Всем привет! Сегодня будет одно из самых запрашиваемых на моем канале видео про мои кисти. И я решила, что не буду в нем показывать все свои кисти, а покажу только те, которыми пользуюсь чаще всего. Или чуть реже, но все-таки пользуюсь, потому что часть кистей я вообще сама не знаю, где у меня есть. А это говорит о том, что они мне нафиг не нужны и вам тоже. На большинство кистей из этого видео уже есть обзоры на моем канале. Ссылки все оставлю в описании, но поскольку вы все равно хотите обзор, я расскажу и о них в том числе еще раз. О том, что изменилось спустя годы использования, как они себя ведут, что мне из них до сих пор нравится и так далее. И в данный момент у меня еще есть два новых набора кистей, которыми я пользуюсь примерно месяц, уже все о них поняла. И в этом видео заодно будет обзор еще и на них. Это набор кистей Eco Tools и набор Morphe. В итоге, к концу этого видео я расскажу, какие, на мой субъективный взгляд, кисти нужны каждому, какой минимальный набор кистей вам нужен, чтобы вы были счастливы, если у вас вообще нет ни одной кисточки. И поскольку я не пользуюсь супер дорогими кистями, этот ваш набор получится не таким уж и дорогим. Ну, возможно, он получится и не совсем дешевым, потому что если сразу посчитать, да, сразу купить, например, 10 или даже 5 кистей, то сразу отдать какую-то сумму, возможно, кому-то это будет дорого. Но, в принципе, я считаю, что кисти, которыми пользуюсь я, достаточно бюджетные и классного качества, по крайней мере, меня оно устраивает полностью. Самая дорогая кисть в моей коллекции, это кисть Artis, но она отбила уже давным-давно каждую свою копеечку, и я, мне кажется, буду пользоваться ею вечно. Ту-ту-тфу. Надеюсь, по крайней мере. И кисти для глаз, и кисти для лица у меня очень даже бюджетные и классные. Конечно, я не могу их сравнивать с Hakuhoda, потому что, во-первых, не пробовала Hakuhoda. Если у вас есть какие-то супер дорогие кисти, то, возможно, мои вам и не понравятся. Ну и вам, наверное, это видео тоже и не особо надо. Хотя это еще вопрос, потому что с девочками моими, подписчицами, которые имеют кисти те, которые есть у меня, с Aliexpress, например, из Козы, и у которых в коллекции есть их Hakuhoda и N-Beauty, например, довольны кистями с Aliexpress, тем же, которые у меня, и даже говорят, что некоторые из них не уступают по качеству этим дорогущим брендам. Начнем с вопроса, что лучше, кисти из натурального ворса или из синтетического? Нельзя, невозможно однозначно сказать, потому что для определенных целей подходят идеально синтетические кисти и не подходят натуральные, и наоборот. Опять же, синтетические кисти бывают разные. И даже с ворсом, приближенным к натуральному, этот ворс называется Taklon. И он реально отличный аналог и заменитель, как минимум, каких-то хотя бы натуральных кистей. И давайте я как раз начну с кистей из Taklona. Это мой новый набор EcoTools, и он для лица, поэтому сначала я буду рассказывать про кисти для лица. И у меня это набор из трех кистей и спонжа, и подставки. Под них, как вы видите, в эту подставку влезли все кисти, которыми я пользуюсь, и даже которыми редко пользуюсь, они стоят у меня на всякий случай. Я к тому, что удобная очень штука. Хочу для начала сказать пару слов о бренде EcoTools, чтобы вы понимали вообще, что к чему. Мне кажется, это очень важно, и особенно в настоящее время. EcoTools это американский бренд, который производит кисти из экологически чистых материалов. Он, конечно же, cruelty free, и старается своим производством не наносить или наносить как можно меньше вреда природе. Каким образом? Ну, во-первых, не вредит животным. Это синтетический ворс, который реально очень напоминает натуральный, но об этом я сейчас подробнее расскажу. Во-вторых, используют перерабатываемый алюминий и пластик. Да, вот это вот пластик, но он перерабатываемый. То есть его повторно используют, и он не валяется, не загрязняет природу в данный момент, а стоит у меня и хранит кисти в себе. И алюминий тут вот в кистях используется такой же, перерабатываемый. Набор этот продается в бумажной упаковке, но ни одного дерева при производстве этой бумаги не пострадало. Потому что это три фри бумага. Три дерева, фри без. Без дерева бумага. Состоит она на 20% из хлопка и на 80% из бамбука. И ручки кистей тоже из бамбука, которые, как вы знаете, самое возобновляемое и быстро растущее растение на земле. Эти кисти поменяли мое представление о синтетических кистях, потому что я никогда не встречала настолько похожие на натуральные синтетические кисти. Здесь ворсинки, как и в наборных натуральных кистях, которые считаются более дорогими, чем стриженные, выглядят как наборные кисти, то есть к концу они становятся тоньше, тоньше и тоньше. Что значит что? Что они не будут колоть лицо. Я не смогу вам ответить на вопрос, на какой ворс натуральный похож таклон. Мне кажется, когда я щупаю вот эту вот кисть для пудры, что ворс похож на козу, но это не точно, это не совсем коза. Все три кисти универсальные, и всеми ими можно наносить разные продукты и использовать сразу на нескольких частях лица. Да, кстати, хочу сказать вообще про любые кисти, что вы можете использовать любую кисть для чего угодно. Блин, да даже если вам удобно кистью для пудры наносить тени на глаза, пожалуйста, используйте, потому что нет здесь правил. Кому-то удобно одно, кому-то удобно другое, кому-то удобно такая кисть для пудры, кому-то другая, кому-то удобно на глазах одно, кому-то другое. Главное, чтобы вам нравилось и нравился результат. А уж как вы его добиваетесь, это ваше личное дело. Это я к тому, что я, конечно, буду давать в этом видео советы, точнее я буду говорить, какой кистью мне что нравится наносить. Но это ни в коем случае не значит, что вам обязательно только этой кистью должно быть тоже удобно наносить именно то же самое, нет абсолютно. Мой рассказ будет именно о моих предпочтениях, и я никого не агитирую, не заставляю делать то же самое, использовать то же самое, но надеюсь, что, возможно, кому-то мой опыт пригодится. И давайте я начну со спонжа из этого набора. Я не буду его хвалить, я не буду его ругать, я не любитель спонжей в принципе. То есть я предпочитаю наносить тонны и другие кремовые продукты кистями. У меня, конечно, есть спонжи, есть бьюти-блендер для того, чтобы в основном показывать вам, как он наносит тонны, и сравнивать это с нанесением кистью, но я даже бьюти-блендер, честно говоря, не особо люблю, потому что после кисти Артиз я ничем практически не могу пользоваться, уж спонжами тем более, потому что они отнимают, на мой взгляд, больше времени. У меня они отнимают времени гораздо больше, чем я за 2 секунд распределяю тон кистью Артиз. Так что могу сказать по поводу спонжа. По мне, обычный, нормальный, хороший спонж. Единственный момент, он очень нежный, он нежнее, чем бьюти-блендер, и он, скорее всего, быстрее развалится. Но опять же, как вы будете его использовать и как вы будете его мыть? А так нанесение тона им как-то по мне не отличается от нанесения дорогими бьюти-блендерами. Следующая кисть вот такая вот скошенная, плотно набитая, ворс один и тот же здесь, то есть он одинаковый, но из-за того, что кисти набиты по разному, форма у них разная, они и подходят, соответственно, для разных продуктов. То есть вот эта вот кисть подходит и для распределения консилера под глазиком, что, кстати говоря, мне очень понравилось. Чаще всего я там наношу пальцем вот это вот все дело, распределяя, больше мне нравится. Но эта кисть просто обалденно там мне нанесла тон, очень она мне удобна в этом месте. И также ей можно делать какую-то кремовую коррекцию и сухую в том числе. Кому-то ей удобно будет делать скуловую коррекцию, кому-то будет удобно кремовый продукт, кому-то сухой. И я, несмотря на то, что люблю кисть Артист, в принципе, если ее не будет, или если я куда-то в поездку поеду, мне надо будет вот три кисти взять для лица, и все. Я, в принципе, могу вот этой вот кистью сделать и тон нанести, и консилер, и сделать сухую скуловую коррекцию, и пудру нанести под глаза, там где вот такой вот кистью будет неудобно. В общем, она очень универсальна. А не в полевых, в обычных условиях мне понравилось ею распределять консилер, припудривать консилер вбивающими движениями. И понравилось, но нужно приспособиться, потому что я привыкла все-таки к другой кисти. Когда ты к чему-то привыкаешь, то когда пробуешь что-то новое, тебе нужно какое-то время, чтобы перестроиться. Необычное, не очень обычное ощущение сейчас, но я к ним привыкаю, и это нормально. Я вот, кстати говоря, люблю периодически менять кисти на совсем другие, для того, чтобы не забывать, как это перестраивается и подстраивается под разные. Следующая кисть Control Setting. Она по форме очень удобная, по ощущениям, все они безумно приятные, прям кайфую. Эта кисть кому-то понравится для нанесения румян, если вы привыкли к кистям поменьше. Кому-то понравится для нанесения хайлайтера. Наносит она эти средства достаточно интенсивно. То есть, если вы соберетесь ею наносить румяна, то обязательно контролируйте, сколько вы на нее набираете. К примеру, я привыкла вообще, вот до нее у меня была, и я уже просто, ну реально, привыкла на все миллион процентов вот к этой вот кисти. Из козы, чуть позже о ней расскажу, она вот больше, она пушистая, и она очень легко наносит продукт. Я, когда ее только-только попробовала, какое-то время тоже к ней привыкала, потому что размер у нее, как вы видите, не маленький, у этой меньше. А сейчас настолько привыкла, что обратно перестроиться тяжело, но все равно мне все нравится. В общем, вот это вот две абсолютно разные кисти. Из козы вот эта наносит очень легко и воздушно, и надо 100-500 миллионов раз наслоить, например, румяна, чтобы увидеть какой-то интенсивный цвет. Вот эта кисть Акатулс наоборот, она наносит сразу очень интенсивно, поэтому нужно продукты набирать совсем на нее немного, чтобы не переборщить. К этому реально быстро привыкаешь. Вот эта вот кисть меня испортила. До нее я очень аккуратно наносила румяна, потому что боялась борщинуть. С появлением ее у меня я расслабилась, и поэтому, когда я беру не только вот эту, а любую другую кисть, кроме нее, сразу бахаю себе много, потому что привыкаешь к чему-то определенному. В принципе, этой кистью Акатулс можно нанести одной ее частью, вот этой вот частью, например, румяна, а вот этой вот частью хайлайтер. То есть можно какую-то дополнительную еще кисть не использовать. И, кстати говоря, если вы любите кремовые продукты, хайлайтеры и румяна, то ее тоже отлично получится их распределять. И, наконец, кисть Multitasking Powder. Она, вообще-то, очень универсальная, но я ее применяю только для пудры, для нанесения пудры. Она мне безумно понравилась. У нее именно тот размер, который мне нужен, ни больше, ни меньше. Пудру я в последнее время наношу не на все лицо, а в основном вот на Т-зону, и меня эта кисть полностью устраивает. Но, поскольку она не мега огромная, кому-то ею будет удобно делать и скуловую коррекцию, и, опять же, наносить румяна, кто к чему привык. Вот, посмотрите, если ее сравнить с вот этой, я, в принципе, тоже могу ею наносить румяну, просто я ее приспособила для пудры. И при желании, конечно, ею можно нанести и хайлайтер. Никогда раньше мне не нравились кисти синтетические для нанесения пудровых продуктов на лицо, особенно нанесения пудры, потому что они, во-первых, грубы, во-вторых, они колятся, а в-третьих, но они больше подходят для кремовых продуктов. Я имею в виду не из токлона кисти, как вот эти, а вообще из обычной синтетики. Но, повторюсь, эти кисти совсем не похожи на синтетические. И я очень рада, что их попробовала. Мне безумно интересно попробовать из токлона же, вот, Эко Тулс кисти для глаз и сравнить их с кистями, например, моими любимыми из козы для глаз, потому что обычные синтетические кисти для глаз мне абсолютно не нравятся как растушевочные. Они не могут растушевать так же классно тени, как кисти из козы. Но подозреваю, что с кистями из токлона может быть все совсем по-другому, и, возможно, они классно заменят, опять же, те же кисти из козы. Тогда я буду просто счастлива, потому что мне будет приятно осознавать, что хотя бы небольшой вклад вношу в то, чтобы нашей планете меньше вредить. В плане бьюти-блогерства это вообще, конечно, спорный вопрос, понятное дело, но хочется хотя бы вот на граммулечку меньше засорять и вредить. Вы спросите меня, какой же кистью для пудры я пользовалась до этой? А вот такой. Я не знаю, что это за бренд, я уже не помню. Как вы видите, ручки нет, она отклеилась, я ее приклеивать не стала, где-то она там валяется, кисть я вот так эту ставлю и пользуюсь. Но с тех пор, как появилась вот эта вот Эко-тулс из токлона, забила. Они, как вы видите, разные по размеру, Эко-тулс все-таки удобнее, потому что, ну, сами видите, ворсу этой вот натуральный, я не помню из кого, но они на ощупь вообще не отличаются. И по нанесению этой самой пудры тоже, все окей. И повторюсь, мне понравилась вот эта подставка, она разбита на два отделения, я в нее запихиваю абсолютно все, и влезет в нее еще больше, мест на столе она не занимает. Вот всякие, вот такие вот пластиковые штуки у меня с фикс-прайс, казалось бы, да, по размеру одинаковые, но здесь два отделения, и кистей даже половины из вот этой подставки сюда не влазь. Где купить этот набор, и вообще кисти Эко-тулс? Они продаются сейчас в России, в Золотом Яблоке, Подружке, Wildberries, на Озоне, Beauty Homey и так далее. Стоимость набора получается из трех кистей для лица, спонжа и этой классной подставки 1800-2000 примерно, и по мне с такой ценой, которая, ну если и выше, то, блин, на 100-200 рублей, чем в Америке, по мне так выгоднее сейчас уж точно купить у нас его. Я считаю, что он однозначно стоит своих денег, потому что даже одна всего лишь кисть для пудры из натурального ворса обойдется, дай бог, в эти самые 2000 рублей. Смотря какой бренд, 2000 за кисть для пудры, это еще небольшая цена. А тут целый набор, которые реально классного качества. Да, мыла я их не раз, и ни одной волосинки не выпало до сих пор. А сейчас проверьте, подписаны ли вы на мой канал, или вам пора подписаться, и скорее жмите кнопочку. Далее, второй мой набор, он уже для глаз, ну, по крайней мере, он называется набор кистей для глаз. И это уже бренд Morphe, который хоть и говорит, что он cruelty free, но выпускает также кисти из козы. И я, засранка такая, именно кисти из козы у Morphe обычно и покупаю. И этот набор я купила только из-за того, что в нем были эти самые кисти из козы, потому что за эту цену, столько кистей из козы классного качества, ну, устраивающего меня качество, найти очень сложно. Вот как выглядит этот самый мой набор, в нем 12 кистей, и, к сожалению, прямой доставки в Россию с сайта Morphe нет, но если вы делаете заказ на посредника, то можете так же, как и я, что-то еще заказать. Я заказывала палетку Nabla, Dreamy 2, на которую все еще никак не сниму обзоры первого впечатления, и вместе с ней, да, это было так давно, это было, наверное, в феврале. Я заказывала Nabla на сайте Morphe, и для бесплатной доставки, для того, чтобы в Россию мне что-то еще было, что привезти, я решила, таки раз я делаю заказ, наконец, на Morphe, купить еще и набор кистей, тем более, что обошелся он мне в 29 долларов. 12 кистей за 29 долларов. Правда, часть этого набора, это натуральные кисти из козы, хотя на сайте не написано, что это коза, но я козу уже узнаю везде просто. Там просто написано, что кисти натуральные. Из 12, 6 натуральных кистей и 6 синтетических. Очень, конечно, жаль, что когда ты делаешь заказ на каком-то сайте, то ты не можешь пощупать кисти, потому что те же синтетические кисти, даже не из токлона, бывают приличного качества, ну, как минимум, они не колятся, а бывают неприличного качества и колятся. Так вот, с этими кистями, с шестью, которые синтетические, произошло как раз-таки второе. Сейчас я вам покажу самые бесполезные кисти в любом наборе синтетических кистей. Если вы будете покупать наборы на Алиэкспресс, если вы будете покупать наборы недорогих кистей Морфи и так далее, если вы видите эти кисти, то я бы вам не советовала их брать, хотя, вот как раз-таки, они заразы, есть практически везде. То есть, кисти этих форм лучше, если вы видите их в наборах, не брать такие наборы, как сделала я, хотя знала эту, что не надо. Лучше кисти подобные заказывать отдельно, там, где они продаются поштучно и читая отзывы. Вот это вот, извините меня, кисть для подводки. Кисть для подводки, которая топорщится в разные стороны, которая вообще абсолютно не тонкая. И у меня, знаете, просто немереное количество вот таких вот кистей для подводок из наборов за разные цены, из разных мест, и я ими не пользуюсь, потому что что? Потому что, даже когда ты в кремовый продукт окунаешь эту кисть, она тонкой не становится, она топорщится. И просто вот, вот так торчат, вот они в разные стороны. То есть, вот конкретно эта кисть просто зашкварная какашка. Вот эти вот кисти для бровей или для прокрашивания межреснички, их некоторые используют. Вот они в наборах, как правило, тоже очень-очень отстойные. У меня есть, блин, вот она, это кисть для бровей BH Cosmetics, и она продавалась отдельно. Вот она, продающаяся отдельно, классного качества, а такие же кисти в том же самом BH Cosmetics, в Morphe, и так далее, в наборах, они совсем другие, они какие-то широкие, опять же, топорщатся. Вот это очень аккуратно. И межресничку можно прокрасить, она не колется, и брови нарисовать, вообще вот такая. Хотя недорогая абсолютно. Единственное, у нее отклеился вот это вот, ну как это часто вообще, у разных кистей, разных ценовых категорий бывает, вот тут вот, которая щеточка. Ну, поскольку я ее на место не надела, значит, она мне не так важна. И те самые две кисти для подводки, для бровей, это самые бесполезные кисти, повторюсь, во всех наборах, особенно недорогих. Далее, в этом самом наборе морфи, еще две синтетические кисти, которыми я поняла, что пользоваться не смогу. У них очень классная форма бочонка, когда я их увидела на сайте, я подумала, что, а может быть, они будут мягкими, ну, в плане, не будут колоть глаз, и, возможно, их можно будет заменить кистями с белки, которые мне безумно нравятся, для затемнения, например, нижнего века, для вбивания пигментов иногда. Но нет, из-за того, что вот эти вот кисти синтетические, несмотря на форму, они очень грубые, они стриженные, они прям впиваются в века, то есть, очень-очень сильно колят его. И даже если закрыть глаза на неприятные ощущения, они, когда ты ими наносишь, или тушуешь, немного пытаешься подтушевать тени, они убирают предыдущие тени, которые рядом, из-за того, что у них слишком грубый ворс. Вот когда их пальцем щупаешь, вроде ничего страшного и нет, но на глазах кожа очень нежная, и это все чувствуется, и пользоваться вот я ими не смогу. То есть, это еще две бесполезных кисти из этого набора для меня. Я вам это рассказываю, чтобы, если вы вдруг посмотрите на этот набор, чтобы вы знали, что вы берете. И, по-хорошему, одна единственная кисть синтетическая из этого набора, которой я могу пользоваться, это вот эта. Простите, но номера вам сказать не могу, потому что еще один большущий минус морфи заключается в том, что в наборах морфи ненумерованные кисти. Если даже в их основной коллекции единичные вот эти вот кисти, которые поштучно продаются, если они такие же, как в этом наборе, то я без понятия, какие у них номера, потому что в наборах морфи не бывает номеров у кистей. Поэтому, когда меня просят в моих видео с макияжами, а что вот это за кисть, напиши там, скажи, что это за кисть, а давай ты будешь писать или называть, что это за кисти, я не могу даже каждый раз о каждой кисти повторять и говорить, что у нее нет номера, потому что она из набора морфи, а у морфи в наборах не ставятся номера на кистях. Поэтому частенько я не могу не говорить, не писать номера кистей, которыми я пользуюсь. Поэтому в этом видео я вам просто расскажу о качестве тех кистей морфи, которые мне нравятся, о том ворсе, который мне у них нравится. Так вот, единственная синтетическая кисть, которой я могу пользоваться, вот эта. Но для подвижного века, для нанесения теней на подвижное веко или каких-то там еще кремовых теней, она для меня очень широкая. То есть я такого размера кистями могу пользоваться для нанесения, например, пудры под глазами. Или для какого-то точечного нанесения, опять же, кремовых продуктов на лицо. Так что для меня она особо бесполезна в этом наборе опять. А теперь переходим к моему любимому, из-за чего я купила второй набор морфи. Это 6 кистей из козы. Они очень мягкие, они очень приятные. Они не все удобные мне формы, но опять же, как я уже говорила, к этому нужно привыкнуть. Я привыкла к одному набору морфи, там немного, ну там поменьше кисти размером. Теперь буду привыкать и к этому в том числе. Не колятся. Кисти сборные. Об этом нигде, по-моему, не написано, я, по крайней мере, не видела, но я это вижу, потому что тонким, становится очень тонким на конце волосок. Они также классно наносят и растушевывают тени, как и кисти из козы из старого моего набора морфи, на который есть отдельный обзор. Единственное, я бы, конечно, хотела, чтобы растушевочные вот эти вот, наносительно-растушевочные кисти были меньше. Вот эта кисть, так вообще она не подходит для глаз, как вы видите. Она для хайлайтера, что и указано в описании там. Ну, можно хайлайтер ей нанести, это неплохо, если вдруг соберетесь, несмотря на все минусы, покупать, например, этот набор. Для хайлайтера она отлично подходит. Для именно нанесения растушевки тени здесь три кисти. И одна из них для меня, для моих целей, для моих привычек, прямо оптимального размера, а две других все-таки большеваты. То есть, например, темными тенями затемнить уголок я ими не могу, потому что они будут фигачить на очень большое расстояние. Это все. Безумно удобные, я очень рада, что они есть в этом наборе, вот эти вот две плоские кисти, опять же, из козы разного размера. Обычно я такое применяю либо для нанесения теней на нижнего века и растушевки, либо для подтушевки по краю теней на нижнем веке. Отлично они для этого подходят. Иногда даже межресничку могу затемнить, если нет чистых кистей, там, синтетических, например. В общем, они классные. Короче, с 12 кистей по удобству, по тому, к чему я привыкла, по тому, что мне нравится, чем я могу пользоваться, не переучиваясь, не привыкая. Мне понравилось целых три кисти. Но к вот этим двум тоже реально приспособиться. Я ими пользуюсь пока в процессе привыкания. А вот эта кисть пока что у меня без дела, потому что у меня есть любимая кисть для хайлайтера, опять же, с набора морфи, но другого. Получается, что за 29 долларов я купила 6 кистей. Ну и, в принципе, по-хорошему, каждая кисть выходит 5 долларов. И это все-таки дороговатая цена, на мой взгляд, для кистей из козы. Потому что на Алиэкспресс, например, я покупаю кисти из козы, которые мне нравятся по всем параметрам, за одну штуку 200 с хвостиком рублей. Раньше они стоили еще дешевле. Короче, мой предыдущий набор морфи, там кисти были для глаз и для лица, и все они были из козы, были самым оптимальным набором кистей. И это мой любимый набор кистей морфи. Благодаря ему мне понравились кисти морфи, и я сделала вот эту вот покупку. И могу вам сказать, если вы соберете покупать кисти морфи, я вам рекомендую смотреть именно на наборы из козы. Если в описании не указано, кто это, коза или не коза, как правило, если это вот такой белый ворс, это коза. Можете брать и не бояться, что это будет коза, но внимательно обязательно читайте описание, что за кисти там. Иногда там пишут, сколько миллиметров, какие кисти, иногда не пишут. Чтобы потом неприятно не удивляться, читайте все внимательно. И этот набор я вам не рекомендую. Мой предыдущий набор я бы вам рекомендовала к покупке, но, к сожалению, его в продаже уже нет. Он покупался несколько лет назад, и давным-давно уже поводили новые наборы морфи, и убрали с продажи старые. К сожалению, я бы еще пару раз купила тот самый набор. А если вдруг вам так повезет, что вы найдете набор морфи за 29 долларов, состоящий с 12 кистей из козы, берите и бегите, это очень выгодная цена. Пара слов о том самом старом наборе морфи. У меня в данный момент под рукой вот лежат осталось всего 5 кистей, 2 из них для лица. На самом деле это потому, что часть кистей для глаз у меня расклеилась, и лежат отдельно ручки от них, и отдельно наконечники, просто надо взять и их приклеить. Такое случается иногда даже с самыми дорогими кистями, и это ничего страшного. Вот у них еще ручки обдираются, опять же такое бывает с дорогущими кистями спустя время. По-разному угадать невозможно. У меня, например, есть кисти Людовик, одна из них очень древняя, ей 10 лет в обед, и с ней все окей, а более новые кисти Людовик у меня с ободранными ручками. Ну вот так вот, такое качество. И вот из этого набора, из которого у меня часть кистей расклеилась и где-то лежит, я бы пользовалась всем, если бы оно все было в целом виде. За это время, а по-моему набора тут у меня три года, мне очень понравилось для затемнения зоны под скулой вот эта плоская кисть, хотя она позиционировалась как кисть для румян. Мне ею проще вот здесь вот пользоваться. Всем удобно по-разному, повторюсь. Я обожаю вот эта вот моя любимейшая просто кисть для хайлайтера. Она очень легко наносит хайлайтер любой вообще. создает нереальные эффекты, я ею всегда пользуюсь и даже те хайлайтеры, которые не всем нравятся, недорогих даже брендов, наносятся ею идеально и возможно из-за нее я влюбляюсь во все просто. Поскольку у нее нет номера, у меня многие спрашивают, что это за кисть, я писала, что это вот такая веерная кисть из козы из набора морфия. Девочки находили единичные кисти морфия, покупали их и говорили, что это совсем не то, там размер другой и так далее. Так что я не знаю, как советовать что-то. Еще вот такая вот кисть из этого набора, в общем, все стандартно, как я люблю, вообще за что люблю кисти из козы для глаз, именно за то, что ими можно, ну вот пушистые вот такие вот, да, за то, что ими можно сразу наносить, тушевать и добавлять цвет, то есть это кисть, которая выполняет несколько функций сразу. Вот эти вот две безумно удобные кисти из этого набора для разных абсолютно целей, вот это тоньше, плоская и тоньше, чем из нового набора, вот эти вот, соответственно, ей мне совсем прям удобно, если что, затемнять межресничку, ей удобно и наносить тени, и тушевать, потому что несмотря на то, что она плоская, она из козы и прекрасно все тушует, в общем, во всяких труднодоступных местах ей удобно работать, так же, как и вот этой вот малюткой. А так вообще, кисти морфи, как видите, с годами мне не перестали нравиться, я не замечаю, чтобы ворс погрубел, ничего у меня не повыпадало из самих кистей, все окей, мне все нравится, устраивает, и в принципе, именно козячьи их кисти могу рекомендовать. Я надеюсь, вы меня поняли по поводу кистей морфи, и не будете в дальнейшем задавать вопросы, очень надеюсь в видео, что это за кисть, потому что я не знаю, какие номера соответствуют вот этим вот кистям морфи. Но это совсем не проблема, потому что у меня есть классные, любимые кисти с Алиэкспресс, которые точно проверены мной, классной формы. Конечно же, не факт, что всем эта форма подойдет и понравится, но я в них просто влюблена, и в принципе, вряд ли я еще куплю какие-то кисти морфи, потому что вот коты вот такие вот в мешках мне нафиг не нужны, если только я увижу какие-нибудь супер скидки или супер там вкусные цены на наборы, буду делать еще какой-то заказ, но обойдусь и кистями с Алиэкспресс, потому что они, честно говоря, еще лучше. И их я вам могу рекомендовать. Итак, кисти из козы с Алиэкспресс. У меня их 4, все они мне очень нравятся, и чуть меньше, чем другие, нравится мне вот эта вот черная, потому что она оказалась очень пушистой и большой по сравнению с двумя другими. Мне больше нравится и больше удобно вот такая вот вытянутая форма из козы. Давайте я ее уберу. У нее номер 10, и она такая более размашистая. Кому-то такое нравится, кому-то не очень. Давайте я лучше поподробнее про любимцев расскажу. Во-первых, эти кисти практически невесомые, особенно после морфи, хотя морфи тоже не тяжелые, но просто вообще наилегчаешь. Во-вторых, вот эти вот две кисти немного разного размера, немного одна попушистее, вторая похудее, и обе они мне очень нравятся, и я всем абсолютно, даже визажистам, даже тем, кто любит дорогущие хокуходы, вообще абсолютно всем рекомендую попробовать эти кисти с Алиэкспресс. Номер 11, более овальная, наверху, более пушистая. Кисть 26, чуть поменьше в высоту, и она очень похожа на стриженую козу. Вот знаете, вот местами у нее ворсинки видно, что сборные, а местами стриженные, но, несмотря на это, она мне ничего нигде не колет, хотя, пользуюсь я ей уже достаточно долгое время, и мою, считаю их ежедневно. Стоят сейчас эти красотки 200 с хвостиком рублей, но цена не сильно отличается от того, как было у меня. Я покупала в августе 2018 года, обошлась мне 26, например, в 190, сейчас она стоит 214, несмотря на то, что уже доллар взлетел и все такое прочее за два года, почти что, ну, за полтора, цена увеличилась на 24 рубля, и мне кажется, что это не так уж и много, надо брать и бежать, мне в том числе. Еще одна кисть, которую многие сравнивают, как раз таки с Хокуходой, с N-Beauty, говорят, что она нисколько не хуже, возможно, похуже прям немножечко. Уже снимала я на все эти кисти на лишний тоже обзор, девочки-обладатели, повторюсь, Хокухода и N-Beauty писали, что очень похоже и не уступает. Мне она понравилась для румян, за то, что она очень нежно наносит, прям невозможно ею переборщить, и даже самые пигментированные румяны можно не бояться ею наносить. И многим она нравится для хайлайтера, а мне не очень она нравится для хайлайтера, потому что вот такая вот моя верная коза лучше как-то блюрит, что ли, мне такое больше нравится. Но, повторюсь, многим нравится она для хайлайтера. Я ее купила в августе 18-го года за 238 рублей, сейчас она стоит 251, и, по-моему, это окей цена. Недостаток кистей Белли, как по мне, я, по крайней мере, не видела у них таких вот форм, только в том, что нет некоторых форм кистей, которые бы хотела я. Это вот такие вот кисти, как у Морфи. Если бы можно было единично, поштучно, купить вот такие вот еще, то счастью не было предела. Кисти Людовик. На них есть обзор или даже несколько, я уже не помню, потому что кисти покупали все эти в разное время, вот все, которые у меня есть, и я вам скажу, что нравятся мне сейчас не все они. Насколько я помню, обзор я делала, когда купила новую порцию этих самых кистей, и за эти годы поняла, что некоторые мне неудобны, и вообще зря я их купила, а в данный момент они стоят еще дороже. Начну я с кистей, которые я вам всем однозначно рекомендую, поскольку они мне самой очень нравятся, и пользуюсь постоянно. Это, во-первых, две кисти, о которых у меня все постоянно спрашивают. В видео со сводчами, в видео, где я наношу ими тени, на подвижку. Это кисти сестры, можно сказать. Они одинаковые формы, из одного материала, и отличаются совсем немножечко тем, что одна поуже, а вторая чуть пошире. И ввысь точно так же, там на полмиллиметра. Это кисть 19С и 22С. В Людовике обозначение вот этих вот С значит, что она из Соболя. Две кисти из Соболя. Они похожи чем-то на плоские кисти из синтетики. У того же Людовик, кстати, я вас обманула, у меня где-то еще есть одна кисть Людовик из синтетики, вот похожей формы, но куда-то она затерялась, по-моему, она развалилась. Хорошая новость в том, что я могу вам их рекомендовать, они потрясающего качества, не выпадают, все окей. Я их мою каждый день, я ими делаю свотчи на руке, на глазах постоянно применяю. Наношу ими как пигменты, например, которые нужно вбивать на веко, и они это делают чуть лучше, чем некоторые синтетические кисти. Так я ими наношу и кремовые тени, например, и для этого они тоже потрясающе подходят. Минус в том, что я не знаю, почему, но Людовик, судя по тому, что я сегодня увидела на сайте, когда готовилась к видео, в данный момент под этими номерами выпускает кисть абсолютно другая форма. И это просто безобразие, потому что как вам рекомендовать чего, я не знаю, под какими номерами сейчас вот они. Обе кисти были вот такими вот плоскими, а в данный момент они язычковые. Может быть, название поменялось, может быть, они сфотканы в склеенном виде, поэтому они язычковые, но то, что я увидела на сайте, это совсем другие кисти, совсем другой формы. Стоили они тогда кисть 22С 400 рублей, но покупала я ее за 320, в 2017 году это было, во время скидок. В данный момент она только другой формы, стоит 600 рублей. Если кто-то вот эту классификацию понимает, и почему там вот она язычковая, а у меня она, я просто не помню, как она у меня называлась, язычковая, не язычковая, но форма была на сайте другая, это точно. Кисть 19С язычковая в данный момент стоила тогда 450 рублей без скидок, я ее покупала, в 2016 году, кстати говоря, и в данный момент она стоит 630 рублей. Еще одна кисть из этой оперы, подозреваю, что все-таки на сайте они сфотканы в склеенном виде, поэтому они такие острые, но на сайте она написана язычковая, вот такая вот форма, она на самом деле, это кисть 13С, тоже из соболя, не знаю, почему не поняла в миллиметрах, посмотрите, я думала, она будет чуть больше, чем эти, но она просто громадная, и я ее применять на веках не могу, я ею в основном припудривала до появления эко-тулс, у меня припудривала зону под глазами, и все, стоила она тогда 650 рублей, в данный момент она стоит 900, ее я не могу рекомендовать, по мне оказалась абсолютно бесполезная кисть, для вот этих вот целей она слишком большая, а для вот этих целей можно и синтетической попользоваться, еще у меня есть и соболь, опять же, кисть 52С, это кисть бочонок, она очень плотная, и ею я не пользуюсь вообще, она у меня получается с 17-го года, купила я ее за 520 со скидкой, стоила она 660, в данный момент она стоит 900 рублей, абсолютно бесполезная штука, она для слишком плотных продуктов, а из-за формы она мне, ну как-то не знаю, ни для чего не подходит, подойдет классно для кремовых продуктов, и для тех, кто любит вот наносить подобными кистями кремовые, и теперь две мои любимые кисти из белки Людовик, тоже одна из них ободранная, почему-то вторая все с ней окей, они отличаются немного по размеру, одна повыше и пошире, другая поуже и пониже, очень нежный ворс у белки, и это очень плотно набитые кисти, и несмотря на то, что они нежнее, чем коза, вот конкретно эти вот две кисти плотнее наносят продукт, чем коза, то есть ими я в основном вбиваю пигмент, например, или на нижнем веке тенями оформляю, потому что мне форма здесь подходит, растушевать ими что-то хорошенько именно, чтобы получился какой-то плавный переход, не особо получится, для этого я использую козу, а вот для плотного нанесения они подходят идеально, куплены они были в семнадцатом году, ничего из них не выпадает, ну только вот краска кое-где облазит, кисть которая поменьше и поуже это 16B, а кисть которая пошире и побольше это 53B, стоили они 400 и 528 рублей соответственно, в данный момент 16B стоит 740, 53B стоит 900, нехило так, цена увеличилась, и я честно говоря не знаю, стала бы я покупать за 900 и за 740, их скорее всего я бы забила и лучше купила себе кисти с козы, они конечно очень классные, но если они есть в данный момент бы, наверное я бы взяла себе какие-то синтетические кисти или пользовалась тем, что у меня уже есть, единственная кисть из козы от Людовик, которая у меня есть, это кисть 55К, и когда-то она мне нравилась, но через какое-то время, представляете, вот Алишни кисти все окей, Морфи тоже все окей, а вот эта вот кисть Людовик вообще не окей, она достаточно быстро, купила я ее получается в шестнадцатом году, году этак, в восемнадцатом, наверное, она мне стала уже все дико колоть, и вообще мне нравится, как она распределяет и наносит тени гораздо меньше, чем вот эти Алишни кисти и кисти Морфи, не могу это никак объяснить, и ничего вы не потеряете, если ее не купите, потому что я ее на сайте Людовик вообще не нашла, возможно ее сняли с производства, так, это у нас 55к, и покупала я ее за 600 рублей в шестнадцатом году, и сейчас бы она стоила дороже, но она своих денег не стоит, это точно, вот кисти по 200 рублей с Алика, да, классно, и тут я поняла, что начинала я с кистей для лица, а продолжаю кистями для глаз, ну раз уж продолжаю, давайте договорю про кисти для глаз, и так, синтетические кисти, начну я с кистей для подводок, и это очень смешно, потому что у меня перед глазами кисти из художественного магазина, и три кисти профессиональных брендов, которыми я очень мало в своей жизни пользовалась, которые мне доставляют всегда дикое неудобство, и которые я беру в руки, только если какие-то это креативные макияжи, гримы, и если все остальные кисти уже грязные, когда уже деваться некуда, потому что вот этими вот профессиональными кистями, и я уверена, что не только имя, вряд ли можно нарисовать вообще какую-то ровную, тонкую стрелку, они торчат в разные стороны, и это кисти Кет Профессионал, не Кет, а Кет, и кисть Валериде, такая вот, вы периодически наблюдаете ее в моих макияжах, но когда вы ее видите, это значит, что либо у меня укатились кисти по полу куда-то, либо они грязные, поэтому приходится вот этой вот порнографии делать себе стрелки, которую я когда-то, по-моему, обозревала даже, а возможно и нет, и она мне, по-моему, даже нравилась, но такой кистью может быть удобно только красить другого человека, но не себя, вот это вот-вот-вот на себе никак неудобно, и вот это их топорщенье в разные стороны очень сильно напрягает, сколько бы я не искала кистей для подводок, это не единственное, которое у меня есть, в профессиональных брендах, поняла для себя уже давно, что лучше покупать кисти в художественных магазинах, вы это, наверное, от всех слышите, потому что, например, визажисты все пользуются этим приемом, потому что кисти для рисования синтетические очень тонкие, абсолютно разные по тонкости, по длине, их можно найти в художественных магазинах, для визажистов очень сложно их найти, и стоят они дороже, как правило, да, вот единственная кисть, которую я использую, такие для подводки, но она какая-то даже не для подводки изначально сделана, и это Кет Профессионал 137 номер, что я делаю, когда мне нужна кисть для подводки, я иду в художественный магазин, выбираю там на месте кисти, беру их иногда даже много, они, правда, потом у меня теряются, ломаются, потому что они деревянные, самые дешевые, выбираю недорогие, выбираю самые наитончайшие, и только вы сможете себе подобрать, какая именно подойдет, понравится вам, поэтому никакие номера я советовать не буду, какие-то бренды я советовать не буду, просто приходите живьем, смотрите, ковыряетесь, ну, понятное дело, не во время пандемии, но когда-то это закончится, и вот лучше делать так, потому что все эти заказы кистей для подводок через интернет-магазин, все эти покупки даже не через интернет-магазин, а вот этих вот кистей для макияжа в заклеенном виде, когда они супер тонкие, в итоге обламываешься очень сильно, короче, помимо кистей для подводок, вы, конечно же, можете посмотреть, например, плоские кисти в художественном магазине, как там кисти из белки себя ведут, я вам сказать не могу, я не пробовала, ну, и к тому же кисти из белки из козы в художественных магазинах тоже ни разу не дешевые, еще вопрос, где будет дороже, где дешевле, следующие мои любимые кисти для глаз, вы, наверное, будете очень удивлены, это кисти, на самом деле, для ногтей, вот этому набору, 100 лет в обед, если осталась ссылка, если она работает, они были куплены на Алиэкспресс, я вам ее тоже оставлю в описании, но подобных наборов очень много, это обычные, самые синтетические, какие только могут быть, самые дешевейшие кисти, которые предназначены для мастеров маникюра, то есть, они такие прям плоские, они такие прям синтетические, ими делают, например, форму гелем, да, если делают, или акрилом, там, в этом я не разбираюсь, я себе гель-лак делаю, но эти кисти мне подошли именно для макияжа, ими удобно наносить, распределять кремовые тени, ими удобно работать с какими-то металликами, ими удобно, из-за разных этих форм удобно куда-то во внутренний уголок что-то наносить, если кончились какие-то другие кисти, что-то где-то там на нижнем веке затемнить, межресничку прокрасить, супер кисти по супер недорогой цене, супер универсальные, и дело тут не в цене, а удобстве, я их использую ежедневно, они мне всегда выручают, и очень рекомендую всем-всем-всем завести себе вот такой вот дежурный наборчик, естественно, им ничего не растушуешь, но они много для чего пригодятся, еще одна любимая моя синтетическая кисть, у меня их несколько, некоторые из них развалились напополам, и я опять же никак не склею, это кисти Анастасии Беверли Хиллз, которые идут в палетках Настя, мне абсолютно не нравится пушистая сторона кистей Настя в этих палетках, потому что она никогда не растушует настолько классные тени, как это делают кисти из козы, но обратная сторона, вот эта синтетическая, плотно набитая, универсальная, очень классная, отлично, как вбивает пигмент в века, сухой пигмент, так и прекрасно распределяет кремовые тени, но почему-то мне не нравится, как она наносит, распределяет именно украшалки Насте, которые в последнее время в ее палетках, потому что они лучше всего наносят, на мой взгляд, пальцем, но зато именно с кремовыми тенями в других палетках, именно с суперметаллическими тенями в других палетках, прекрасно работает, и вроде бы я все самое важное, по крайней мере, рассказал вам про свои кисти для глаз, и дорасскажу уже наконец про кисти для лица, если вы можете позволить себе кисть задорого, одну штуку, которую вы будете наносить тон за секунды, и не только тон при желании, и которая вам прослужит просто миллион лет, если вы не будете сильно давить вот так вот ее держа, но будете придерживать ее голову, чтобы она не сломалась, вот сколько ей? Ей три с лишним года, она вот тут вот даже немного у меня, из-за того, что она все-таки вот так вот шевелится, покоцалась, но с ворсом не случилось ничего, это идеальная кисть, она не выпадает, в чем ее прелесть, я это говорила в обзоре на нее, скажу еще раз, много где говорила, прям мгновенно она распределяет тон лучше, чем она, ничего его не распределяет, на мой субъективный взгляд, она не съедает средства, что экономит деньги на расход тонального крема, в общем, главное ее преимущество для меня, что она мгновенно все распределяет, экономит мне средства и не полосит, и тон с ней всегда идеальный, если есть возможность, очень рекомендую купить, если нет, то не отчаивайтесь, если ее нет у меня под рукой, я любой вот такой вот синтетической, похожей на эту или этой кистью, эта кисть, кстати, морфь, тоже древняя у меня, распределяю этот самый тон и не жалуюсь, я обозревала подобные кисти и эссенс, у меня вообще много вот подобных кистей, и показывать каждую не вижу смысла, они все одинаково все распределяют, вот отличаются по распределению, на мой субъективный взгляд, только артист, от них от всех, а все они нормально распределяют тон, но дольше, чем вот она, по крайней мере, я не пробовал каких-то супердорогих синтетических кистей, а то, что я пробовала и с Алиэкспресс, и морфи, и эссенс, примерно все одинаково, прилично все распределяют, все окей, и это были все кисти, о которых я считала нужным вам рассказать, потому что они пользуются у меня, в моем арсенале ежедневно популярностью, а сейчас давайте я вам скажу, какие, по моему мнению, вам нужны кисти, если у вас нет абсолютно кистей, и это минимально оптимальный набор кистей, который не будет стоить слишком дорого, отталкиваться я буду только от тех кистей, которые есть у меня, и которые нравятся мне, и отталкиваться я буду от того, что можно купить отдельно, то есть от наборов морфи, особенно от старого, который уже нельзя купить, хоть там классные вещи, я отталкиваться не буду. Итак, минимальный набор кистей для глаз, который я рекомендую вам, Примерно такой. Во-первых, это две кисти из козы. Я бы прям сейчас купила вот две именно таких на Алиэкспресс, чтобы не париться, потому что цена у них хорошая и они классные. Две, чтобы разные цвета использовать. Да, понятно, что можно очистить одну кисть и взять другой оттеночек, но все равно две кисти это прям оптимально. Две или одна вот такая вот кисть, как у Людовик или Людовик, из Соболя. Если нет возможности купить из Соболя плоскую кисть, то можно обойтись и синтетической плоской любой другой. Ну вот, давайте я какую-нибудь синтетическую сюда вставлю. Вот, я про нее не рассказывала, но вставлю. Две козы, синтетическая плоская или Соболя плоская. Далее, из художественного магазина. У меня сейчас нет под рукой из художественного, поэтому я вот взяла одну из тех стремных. Для подводки. Хотя бы одну. И этот набор станет просто шикарным. И вам, можно сказать, ничего больше не надо будет, если вы только себя красть. Если вы прикупите к этому всему набор какой-то вот недорогой синтетических кистей именно для маникюра, потому что они удобнее, потому что у них форма меньше, чем у кистей для глаз. Я имею ввиду эти наборы на Алиэкспресс и синтетики для глаз. Они там все-таки менее удобные. Вот такое лучше взять, оно еще и дешевле. Вот это вот будет прям супер набор, если вы непривередливы, если у вас вообще нет кистей или если вы пользуетесь обычными такими грубыми колючими синтетическими кистями дешевыми. Вы просто обалдеете, насколько вот это вот появление в вашей коллекции одной или двух кистей из козы пушистых, насколько изменит ваши макияжи. Насколько плавнее станет тушевка и так далее. В общем-то, по мне, это недорогой набор получается. И для лица. Если бы у меня не было никаких кистей для лица вообще, и у меня был ограничен бюджет, я бы не могла себе позволить, да я и не могу себе позволить, меня жабы душат купить там за 2000 рублей даже одну кисть для пудры. Я бы обязательно сейчас купила вот этот вот набор из трех кистей, потому что, по сути, им можно сделать все. Даже если не хочется пользоваться спонжем и наносить им тон, можно вот этой плоской кистью прекрасно себе нанести и тон в том числе. Главное было бы желание. Да, это займет больше времени, чем артист, но и бюджет, извините, у нас с вами ограничен. Если же у вас есть деньги, вы хотите и можете себе позволить кисть артист, которой можно нанести и тон, в принципе, и все остальное, и припудрится даже при желании, то я вам рекомендую приобрести ее. Ну и это минимальный набор кисти, и вот посчитайте, дорого это выходит или все-таки это нормальная цена. Понятно, что расширять этот набор можно до бесконечности, но я вам сказала вот о том, с чем жить уже можно и не париться. Какой оптимальный набор всего этого для меня и уже не отталкиваясь от доступности. В общем, я сейчас расскажу про свои вообще самые любимые кисти, без которых я обходиться не могу. Все остальные, в принципе, если исчезнут из моей жизни, то мне все равно. И это не минимальный набор, а прям такой нормальный набор кистей для меня, ежедневный. Во-первых, это те самые две кисти из козы с Алиэкспресс. Все-таки они мне по форме и по размеру и по всему больше всех устраивают сейчас. Язык заплетается, не оба прилипают. Далее, хотя бы одна из двух вот этих вот кистей из Соболя. Я могу и одной ограничиться. Затем, хотя бы одна из двух кистей из Белки. Я взяла вот эту вот, которая побольше. В принципе, любой из них могу пользоваться. Такая вот совсем о ней забыла сказать. Если что, это Dream Minerals, не знаю, пускают они сейчас до сих пор или нет. Меня часто спрашивают, это кисть, синтетическая обычная кисть, которой я наношу тени в основном во внутренний уголок. Но опять же, подобные, подобные формы можно найти вот в этих вот наборах для ногтей. Ну или то, что ее заменит. Ну вот, я ее очень люблю, за эти годы привыкла. В общем, вот еще она у меня в наборе. Кисть для подводки. Не эта, а из художественного магазина. И очень люблю вот эту вот плоскую кисть из козы. Все. Вот с ними, вот с этим набором у меня будет все просто супер. Но мне все-таки понадобится еще набор из вот этих синтетических кистей для маникюра. Потому что, если их не будет, то как же я буду делать какие-то там супер навороченные макияжи, используя глиттеры, например. Нужно же нанести глиттерную базу. Для этого нужна отдельная синтетическая кисть. Затем отдельной кистью нанести один оттенок. Отдельной кистью нанести другой. Потому что все оно становится липким. И глиттер с глиттером, если смешается, будет некрасив, например. Как видите, мой набор тоже не особо дорогой. Покупалось это все годами. Нормально. Для лица я не представляю свой макияж без кисти Artis. Для контуринга мне нравится вот эта кисть. Для румян я все же больше привыкла к вот этой пока что. Из козы. Для хайлайтера верная кисть. И для пудры я теперь влюблена вот в Эко Тулс. Ни на что ее менять не хочу. Меня же сейчас мы не экономим. У меня прям оптимальный для жизни набор. И вот он он. Тут, конечно, уже подороже за счет Artis. Вот такое видео у меня получилось. Я долго сопротивлялась и не хотела его снимать. Потому что я знаю, что дам слишком много информации. Не знаю, как оно будет восприниматься. И я очень надеюсь, что это видео все-таки оказалось для вас интересным и полезным. Очень жду, с нетерпением, жду ваших мнений в комментариях. И если оно хоть капельку для вас полезно, это видео, обязательно поставьте лайк. Это здорово поможет развитию этого моего видео и канала. Также с нетерпением жду ваших комментариев с вашими любимчиками. Обязательно делитесь вашими любимыми кистями. Давайте обмениваться полезной информацией. И желаю всем здоровья, отличного настроения, классной качественной косметики. И нескончаемого бабла на новые покупочки. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok